В этом ролике мы рассмотрим одну любопытную механическую систему. Здесь у меня установлен вибратор из ферритового стержня, который будет колебаться на своей собственной частоте 14 кГц. А дальше я возьму стальной шарик, положу его сверху на стержень и накрою стеклянной трубкой, чтобы все было видно. Включу вибратор. Пока что ничего не происходит, но чуть-чуть тряхнем установку. И шарик начинает прыгать. Причем слышно, что его прыжки происходят неравномерно, на разную высоту. Иногда он прыгает высоко, а иногда подпрыгивает совсем низко. Выбивая такую характерную дробь. Послушайте ее еще. Ну и нам надо объяснить, что же здесь, собственно говоря, происходит. Понятно, что если бы генератор был отключен, верхняя площадка феррита была бы неподвижной, и шарик совершал бы последовательные прыжки со все уменьшающейся амплитудой. Но нижняя площадка совершает гармонические колебания. И когда в момент соударения падающего шарика с площадкой, площадка идет вверх, она сообщает ему дополнительную скорость. Так что он может подпрыгнуть до высоты больше, чем та, с которой он опустился. И наоборот, когда в момент соударения площадка идет вниз, она гасит скорость шарика, и следующий прыжок может быть совсем невысоким. А еще существенно то, что за время одного прыжка площадка нашего генератора успевает сделать очень много колебаний. Так что фазы колебания при последовательных ударах оказываются никак не скоррелированными друг с другом. И в этом смысле наносимые по шарику удары можно считать случайными. Вот модель, которую я построил в программе «Живая физика». Давайте запустим шарик, чтобы он прыгал, и посмотрим на нее. Прежде всего мы видим зеленую опору, которая совершает гармонические колебания и наносит удары по шарику. Так что он прыгает то выше, то ниже, а соответствующие высоты каждого прыжка строятся на графике. В этой модели мы можем с помощью движков регулировать некоторые параметры. Во-первых, это коэффициент восстановления, коэффициент потерь энергии при ударе. Он регулируется синим движком. У меня он сейчас выставлен на единицу. Удары происходят без потерь энергии. Во-вторых, это оранжевый движок. С его помощью можно регулировать амплитуду колебаний опоры. А теперь мы обратимся к самому графику. И вот мы видим, что шарик совершил уже достаточно большое количество прыжков. Удары я специально поставил не очень сильными, чтобы шарик не вылетал за пределы экрана. И мы видим, что прыжки происходят иногда на большую высоту, иногда на малую, иногда случаются всплески, как вот этот пик в центре графика. Но похоже, что в этом режиме шарик так и не улетит слишком высоко. А впрочем, я не стал бы это утверждать с полной уверенностью. Ну а теперь смотрите. Компьютерную симуляцию мы, конечно, построили. Только для того, чтобы обсчитать какую-то достаточно длительную последовательность прыжков шарика, здесь придется ждать очень и очень много времени. И тем более придется потратить многократно большее время, если мы хотим изучить движение шарика при отпускании его с разных высот и при разных амплитудах колебания площадки. Но в этот момент можно задуматься и спросить себя, а зачем мы вообще считаем движение шарика, пока он летит от одного удара до другого? Это ведь обычное свободное падение. И мы сразу же знаем результаты. Так что сейчас мы перейдем к другой модели, может быть не такой наглядной, но позволяющей практически мгновенно за очень короткие времена счета получать результаты для тысячи и даже для десяти или ста тысяч последовательных прыжков шарика. Пусть очередной удар произошел в момент времени ТНТ, и скорость шарика в момент удара была равна ВНТому. Тогда момент времени ТН плюс первое, в который произойдет следующий удар, будет равен ТНТому плюс время свободного полета, которое равно 2ВНТому поделить на Ж. Чему же будет равна скорость после следующего удара? Будем считать, что отскок происходит без потери энергии. Тогда к скорости ВНТой надо прибавить удвоенную скорость площадки в момент удара. А она равна 2У умножить на косинус 2ПТН плюс первое поделить на период колебаний площадки Т. А с этими уравнениями мы уже можем иметь дело, обезразмерив их и загнав таблицу Эксель. На этом графике по горизонтали отложен номер прыжка, а по вертикали скорость в безразмерных единицах. Если скорость равна 50, это означает, что за один прыжок шарика площадка успевает совершить ровно 50 колебаний. Амплитуда колебаний сейчас равна 0, потери энергии тоже равны 0 и скорость шарика не меняется от прыжка к прыжку. Пусть теперь площадка колеблется с совсем небольшой скоростью. И мы видим, что шарик периодически то увеличивает, то уменьшает свою скорость, в зависимости от того, в какой фазе происходится ударение. При увеличении и колебании площадки период этих вариаций уменьшается, а амплитуда увеличивается. И вот при некоторой критической амплитуде происходит срыв. Вариации скорости шарика перестают быть периодическими. Здесь нам стоит изменить масштаб графика по обеим осям. Мы видим, что скорость шарика то удерживается вблизи отдельных целочисленных значений, то перескакивает с одного значения на другое. Если колебания площадки увеличивать и дальше, график скорости приобретает вид случайных блужданий, напоминающих движение броуновской частицы. Таким образом, движение шарика из регулярного превратилось в стахастическое. Изучением такого рода динамических систем первым занялся Борис Валерьяны Чириков в конце 60-х годов в Новосибирском Академгородке. Мы с вами смотрели, как шарик прыгает в трубки, а Чириков исследовал динамику ускорителей элементарных частиц и ловушек для удержания плазмы. В этих исследованиях было выяснено, что разные начальные условия могут приводить к самым разным режимам поведения системы, с каскадами бифуркаций, фрактальными структурами и переходом в глобальный хаос. Но, кстати, при построении отображения Чирикова мы считали, что в системе нет потерь энергии, а шарик в нашей установке при каждом соударении теряет энергию. Давайте посмотрим, к чему это приводит. Если вибратор выключен, отскоки шарика становятся все слабее и слабее и экспоненциально затухают. Включим вибратор так, чтобы он наносил относительно слабые удары. И мы видим, что скорость шарика сначала уменьшалась, а потом произошел захват. Подкачка энергии за счет каждого удара в точности компенсирует потери. А если удары сделать еще более сильными, поведение системы становится хаотичным. Никакой периодичности здесь не наблюдается. Шарик прыгает то выше, то ниже. Однако при этом надо понимать, что поведение рассматриваемой системы полностью детерминировано в том смысле, что если мы запустим компьютерный счет заново с теми же самыми начальными условиями, мы получим в точности тот же самый результат. Ничего не изменится. И тут возникает естественный вопрос, который очень часто задают по отношению к такого рода динамическим системам. А в каком смысле мы говорим, что эти системы являются хаотическими? Ну и ваши соображения на этот счет вы, конечно, можете написать в комментариях к этому ролику на ютубе. Субтитры создавал DimaTorzok